Яков Кротов Забавно, но как раз 30 лет назад, в 1991 году, одна из первых заметок, которые я писал для легальной уже печати, это была как раз для газеты «Спид.Инфо» и называлась «Спид. Проблема духовная». Вот, ровно 30 лет. Изменилось довольно многое. Давайте… У меня свой интерес в этой теме, поэтому я не исключаю, что я на вопросы даже и не отвечу, во всяком случае, не так вдруг. Сейчас я выведу эти вопросы на экран. А, хороший вопрос номер один. Могут ли люди с ВИЧ найти поддержку в церкви? А зачем вам поддержка? И зачем поддержка в церкви? Другими словами, церковь не должна быть средством поддержки. Потому что церковь — это люди, и один человек для другого не должен быть средством поддержки. Иначе мы нарушаем золотое правило Канта и делаем другого человека средством для утешения себя, для поддержки себя и так далее. Понять человека, который нуждается в утешении и в поддержке, можно. И нужно его утешить и поддержать. Я готов. Но сама формулировка вопроса, она абсолютно традиционная. И каждый раз, когда идет очередной какой-то скандал с ЛГБТ, то именно в такой формулировке, почему вы нас не поддерживаете? И эта формулировка мне представляется глубоко архаичной и порочной. Потому что поддержка — это терапия, это спасение, но это никоим образом ни человечность и ни творчество. И отсюда мы выходим на второй аспект, который мне очень интересен. Ну, наверное, поводом можно отталкиваться от Библии. 90% дискуссий о ВИЧ, об ЛГБТ и вообще об этике исходят из аксиомы, что налицо священное писание, которым нужно порыться, которое нужно интерпретировать, и тогда мы найдем правильный ответ. Понятно, что это проявление неумения читать. То, что это неумение проявляют Папы Римский, крупнейшие протестантские богословы и так далее, дело не отменяет. Мы все помним, что Галилей был осужден не за астрономию, все ватиканские астрономы его поддерживали, он был осужден по требованию тех библеистов, которые указывали на то, что учение Галилея несовместимо со словами Библии о том, что Иисус Новин остановил Солнце. Простейший, грубейший буквализм, проявление неумения читать. То есть просто люди реально, ну, их надо было бы уволить с первого курса университета, нынешнего, филологического. Но они вместо этого управляли европейской цивилизацией, еще и в 17-18 веках. То есть фраза «мужчина и женщина сотворил их» разумеется, не может служить ответом на вопрос, сколько существует полов, существует ли гендер как что-то отдельное, отличное от пола и так далее. И как нам быть с трансгендерами, с полиамурией, с агендерностью и так далее. Это вообще просто о другом. Проблема заключается в том, что на поверхности религиозной жизни люди, у которых деньги. Поэтому религиозная жизнь похожа, ну, не только религиозная, и академическая жизнь, и научная, любая другая, она всегда похожа на гусеницу, у которой голова впереди, основная часть еще далеко в прошлом. Архаичная. И у этой части деньги. Ну, это неизбежно всегда. Авангард человечества, он как-то вот авангардом, но, в принципе, центр тяжести в прошлом. У этого есть, как известно, свои плюсы, потому что авангардов много, и легко пойти в ненужном направлении, и, в сущности, у человечества всегда множество псевдоподий, которые вытягиваются и перебирают все возможные варианты. И хорошо бы это дело как-то не контролировать, но хотя бы иметь запас на случай ошибок. Но хорошо понятно, какие минусы у этого положения. Потому что всегда есть риск, что задница перевесит, и человечество вымрет, как динозавры. Что, собственно, неоднократно и происходило в истории человечества, потому что гибли самые разнообразные цивилизации, и у нас нет ни малейшей гарантии, что наша современная цивилизация не является обреченной на гибель. Во всяком случае, пока она ведет себя так, что периодически издается очередная книга под названием «Закат», «Гибель» и так далее. И вот этот основной массив, вот эта задница церкви, она, конечно, страдает буквализмом, она страдает коллективизмом, у нее психология осажденной крепости, и неважно, это католики, протестанты или православные. Утешения здесь не найти. Но, казалось бы, в чем проблема? Если мы в свободной части мира, не в России, а западнее, то мы без труда найдем православный, католический или протестантский приход в своем городе, или, во всяком случае, где-то неподалеку, который принимает ЛГБТ. В Западной Европе это, прежде всего, старокатолики. Англиканская церковь просто в силу того, что она государственная, ориентируется на всеобщее равенство. Ну, уже там в прошлом году вот на гендеры какого-то рука положили в диаконы. В Америке количество разнообразных динаминаций, оно исчисляется тысячами, и вы всегда можете найти себе хорошую. И, зайдя на Амазон, вы всегда можете найти на русском тексты о том, как православные принимают ЛГБТ и все, что угодно, написанное православным епископом. Правда, без имени и фамилии. Но я знаю этого православного епископа, он, конечно, не канонический, он живет в Америке, он ирландец, но, собственно, православный. Но дело в том, что хочется не вообще православного протестанта и католика, а хочется властного, хочется авторитетного. Человек ищет утешение не у собутыльников пивной, а у Папы Римского. И здесь мы опять нарушаем основной заповедь человечности, то есть мы ориентируемся на власть. Мы хотим не просто, чтобы нас утешили, а чтобы нас снабдили некоторой индульгенцией, некоторым жетоном. Нет, не отпущение грехов, чтобы нас сделали социально приемлемыми. Но ведь это желание недостойной мыслищего тростника, это конформистская позиция. То есть нам не нравится конформист, потому что он против нас. Но нас устроит конформист, если конформист нас включит в свой ареал. И это слабое место вот всех движений XX века и социальных, и экономических, и гендерных. Почему слабое? В чем сила, понятно. Это стремление к освобождению покончило со Средневековьем и, наверное, покончит с капитализмом в том виде, в каком мы его знаем. Слава Богу! Это освобождение, а слабое место в том, что это освобождение эгоистическое. Это освобождение для себя. А самое слабое место в том, что не совсем понятно, кто освобождается. Потому что главный вопрос, а кто, собственно, такой человек? И в этом смысле мы все похожи на качан капусты или на матрешку. И мы последовательно разбираемся, значит, снимаем с себя свою социальную, ипостась, снимаем с себя гендерную ипостась, возрастную, национальную. Но происходит ли снятие в борьбе за права? Видимо, нет. Происходит скорее создание новых матрешек, новых кочановых, новых листьев капусты. Монтень. Важен его гендер или нет? Важна его сексуальность. У человека подагра. Можно же сказать, какой Монтень, какая Монтень? По-французски пока да, а по-английски уже нет. Но главное, что то, как писал Монтень, оно асексуально, на самом деле. И здесь человек, как известно, существо, у которого растянутое детство, то есть нормально, вот сейчас на Западе период созревания растянут, ну, до 33, возраст, до которого большинство 2000 лет назад редко доживали. И это означает определенную асексуальность. Поэтому не случайно в Америке эта асексуальность тянется, ну, там, до 30, пожалуй, наверное. Но и старость асексуальная. То есть оказывается, что гендер из того, что было очень важно в конце 19 века, до сексуальной революции, он просто теряет ценность. Точно так же, как теряет свою ценность идентификации себя как социального существа. Все, это сдохло. И рано или поздно мы все окажемся перед вопросом, который стоит за гендером. Нынешняя пандемия, собственно, даже, если я не ошибаюсь, погибла, умерла от ковида что-то типа 400 тысяч в прошлом году. То есть это по-любому меньше, чем число умерших от ВИЧ. Потому что от ВИЧ умирает где-то около миллиона или двух. Но сейчас поменьше. Ну, туберкулез ВИЧ вот в этой паре. И отряд не заметил потери бойца. Миллион сюда, миллион туда. И в этом смысле мы вступаем в какую-то эпоху, видимо, равнодушия к смерти и незаинтересованности в бессмертии. То есть принятие временности человека. Это очень интересно. Но временность не означает бессмысленности. Поиск мыслов продолжается. И мне кажется, что вот все эти вопросы об утешении, о поддержке, они перпендикулярны поиску смысла. В этом их слабое место. Потому что они все равно о как, не о что. Они не о смысле, а не о средствах поиска смысла. Об условиях поиска смысла. И вот, собственно, последний вопрос из этого перечня о том, как церковь относилась к эпидемии и пандемиям раньше. Раньше, кстати, смотрели довольно грамотно, потому что в меру своих понятий умели сокращать. И экономисты, историки экономики говорят, что все пандемии шли на большую пользу, если уже было движение к свободе. В обществе патриархальном умирание ничему не способствует. А в обществе, где есть конкуренция и спрос, сокращение рынка рабочей силы приводит к повышению зарплаты тех, кто выжил. И это странным образом способствует прогрессу. Поэтому черная чума XIV века очень помогла XV веку в Англии. Вот сейчас вот был опрос Пью, 56% американцев заявили, что они за последний год разбогатели, 15% заявили, что обеднели. экономика сейчас американская завелась со страшной силой примерно на 5% в месяц. Это очень много. В Индии такого не будет, потому что не та модель. Я это говорю к тому, что вот за этим прогрессом, когда действительно даже болезнь используется для движения вперед, действительно затушевывается вопрос смысла. Кажется, что успех и есть критерия смысленности, но ведь это же тоже не совсем так. Возвращаться назад бессмысленно, а что впереди мы не знаем. Но точно можно сказать, что вот эта вот позиция, когда у человека идет отчуждение от церкви, примет ли церковь представители таких групп, как геи и трансгендеры, может принять. А что дальше? Потому что церковь – это же не самоцель. Церковь – это общение людей, верующих между собой. И в общем, я скажу так, мы воспримем, но вам будет очень плохо. Это то утешение, которое оборачивается значительными проблемами. Как справиться с чувством, что ВИЧ – это наказание за грехи? привыкнуть к нему. Это же не чувство. Это ощущение своей вины, но я думаю, у большинства людей навязанных извне. Потому что реальный взгляд на себя, в том числе взгляд покаяния, он, конечно, не видит мир как комбинацию морковок и кнутов. В принципе. Он может так видеть мир, но понятно, что это детский взгляд. Взрослый, совершеннолетний человек так не глядит. Существуют ли ограничения для людей с ВИЧ при совершении таинства служения Богу? Ну, в каноне, в мейнстримных религиях, религиозных организациях, безусловно, да. То есть, довольно дружное осуждение. Если вот не говорить в англиканах североевропы, то есть, там, где церковь государственная в Европе, в силу того, что конституция обязывает к равенству, и в государственной церкви вынуждены даже атеиста рукополагать и терпеть в качестве служителя, потому что она не может заниматься дискриминацией ни по полу, ни по гендеру, ни даже по вероисповеданию. Он атеист, но это не имеет значения. Он гражданин. Тогда переставайте быть государственными. На практике я глянул статистику американские католики, которые очень многочисленные, то есть, их не меньше, чем протестантов, тоже где-то 20 с большим процентом, и которые при этом монолитны, в отличие от протестантов. И 66% католиков не разделяют позиции Ватикана по ЛГБТ. То есть, относятся совершенно спокойно, толерантно, не кричат об этом. То есть, на практике мы видим классическую ситуацию тоталитарной структуры, когда на поверхности одно, а в быту совершенно другое. То есть, это раздвоенность личности. Я не уверен, что это очень плохо. Это тоже своего рода тормоз, который помогает не разрушить во время быстрых перемен структуру. И я бы сказал, что если беспокоит равенство, значит, человек что переживает? Что у него болезнь? Из-за болезни он никогда не сравняется с другими? Я бы не переживал. Вот у меня, например, болезнь ожирения или близорукость. Я тоже не сравняюсь с другими. Я не могу быть снайпером. но я легко себе представлю какого-нибудь близорукого человека, который потребует обучить его. Когда трансгендер лезет в армию, какая мне разница, кто меня застрелит, трансгендер или натурал? Вот. Это не та профессия, куда надо лезть вообще. И я бы сказал, что само представление о церковном сане и о служении как какой-то привилегии, это, конечно, остаток нехорошего прошлого. И с ним лучше кончать. Как же вопрос призвания? Человек чувствует призвание к священству. А он хочет и такое. Я чувствовал призвание к священству. Если у человека призвание к священству, он становится священником. Если ему дадут, если ему дадут зеленый свет. Если у человека призвание, иммуневаюсь. важно, дадут или не дадут, он станет священником. Может быть, в другой церкви. Может быть, он сам создаст церковь. Нет проблем. У нас же за это не сожгут. Проблема в другом. Я знаю довольно много людей, не с ВИЧ, но по части ЛГБТ у меня, естественно, за эти годы набралось довольно много знакомых и контактов. Потому что я хорошо помню, с чего началось. Это был мордобой, кажется, 97-го года, когда у нас на Пресне вот было кафе «Хамелеон», у них во дворике стоял двухметровый гипсовый фаллос, и там случился первый погром. И с этого завертелось. Потом был большой скандал, кажется, 2003-го года в Нижнем какой-то священник обвенчал американца и так далее за крупную сумму и удрал. С моей точки зрения это было классическое сексуальное рабство, когда богатенький американец покупает себе молоденького из России. Поэтому я за всем этим следил. И то, что я вижу, людей неконъюнктурных очень мало, к сожалению. И в этом смысле недостатки больших церковных организаций они не от их величины, и они воспроизводятся и в маленьких организациях. Смотрите чудный польский фильм «Парень для моей девушки», где одновременно сатира он, наверное, десятилетней давности, сатира на католиков, фундаменталистов. Там девушки идут на ходулях, ходульные идут в Частахову приносить обет девственности. И одновременно ЛГБТ-активисты ищут спонсоров для функционирования. И эти две линии очень комически переплетаются. И оказывается, что аппаратчики хоть от фундаменталистов, хоть от ЛГБТ-активистов, это аппаратчики и аппаратчики. Абсолютно одни пороки. Поэтому даже с натуралами ровно та же самая проблема с гетеросексуалами. люди уже как бы отплыли от берега, когда у тебя внешний корсет и религиозность формируется снаружи и тебя поддерживает, но еще не приплыли к берегу, когда твоя жизнь определяется изнутри тебя. Это даже Америка касается. Хотя там, конечно, намного лучше в этом смысле. Но в Западной Европе у нас ну, как-то вот так. Вопрос следующий. Вечерное введение ВИЧ давно уже вышло из кругов ключевых групп населения. Такие были социальные мужчины, трансгентные люди, люди, которые находят. Это большое количество людей даже типичные прихожане церквей. Но например в лечебных существиях такие люди независимы ни от ориендации, ни от нынтерной идентичности, ни от чего, не важно вообще как получили этот ВИЧ, сталкиваются с дискриминацией, когда медицинский персонал вроде бы самый должен быть квалифицирован в этом вопросе, считает, что они могут быть заразными и не оказывают медицинской помощи, удоняют к себе некогда и так далее. Возможно ли такое представить в церкви? Собственный вопрос о таинствах и обрядов был именно об этом. Насколько это опасно для человека с ВИЧ, что он или она столкнется с какой-то агрессией от других прихожан, и как быть в этой ситуации, чтобы и сохранять свою церковленность, но и не устраивать сандалов с ума или это? Здесь все зависит от того, насколько церковь церковна. Если это государственная церковь, которая функционирует по принципу франшизы и магазина, как Макдональдс, где прихожане друг к другу чужие, священник и прихожане общаются исключительно в минимальных дозах и формально, там можно нарваться на что угодно. В конце концов, у меня не вечи ничего, но я нарывался, просто вот я прихожу на исповедь, но это было давно, и меня человек спрашивает, а вы же перевели на русский молитвы, вы в этом будете каяться? Матушки родные. Но я уж не говорю о том, что еврей тоже вызывает большие трения, может вызвать. Пока был жив отец Александр, я с этим не сталкивался, естественно, после его смерти я столкнулся с очень интересными. Все знают, кто такой отец Александр. А? Все знают, кто такой отец Александр. Отец Александр Мень. А после его смерти мой кругозор сильно расширился. Но я думаю, что тут принцип такой, а не надо лезть. Фазиль Искандер вспоминал, как он поступал в Литинститут, был он молодой, писал он, и писал очень трагические, байронические стихи про смерть, несчастье. И он с завыванием читал стихи. Я лежал, умирал, и друг пришел и плюнул у меня в лицо. И вдруг экземинатор проснулся, говорит, он сказал, друзей надо заводить, осмотрительнее. Так вот, надо идти в ту церковь, где священник с тобой будет говорить, как нормальный человек с нормальным человеком, методом перебора. Проблема заключается в том, что очень многие люди, большинство людей ищут формальной церкви. Им нужна церковь, как канал эскапизма. Церковь, где с ними не будут разговаривать, не будут лезть им в душу, а где именно утешит. Ну, это превращение, ну, как превращение женщины в резиновую куклу. Вот, то есть, это объективация и отчуждение. Я помню материал одной конференции в Загорске, где обсуждалось тюремное служение православных священников, и один всерьез описывал, что он причащает из разных чаш опущенных остальной контингент. Я был поражен, потому что это настолько недопустимо, в принципе, но это очень характерно для казенной церкви, которая имеет привилегию допуска к заключенным и ведет себя, как часть аппарата УФСИНа. То есть, она соблюдает нормы этого мира вместо того, чтобы быть нормальными людьми. Ну, этого мира людоедского. Архипелаг ГУЛАГ. Ну, это даже не архипелаг ГУЛАГ. В архипелаги церковь не пускали, никого не пускали. Но это норм, ну, хорошо, мещанского мира. Не надо драматизировать. Архипелаг — это просто хорошо взбитое мещанство. Не более того. это идея Ханна Арент, что источник звания в каком-то жутком бандите Сталине или Гитлере, а вот в том, что есть внутри каждого, просто вот иногда переходит в новые качества. Я думаю, ну, в общем-то, все общие проблемы — это проблемы просто нормального, интеллигентного или там нормального человека, который вдруг обратился к Богу. Вот он живет в Уфе. Куда ему пойти? Некуда. Он вынужден куда-то там ездить в Москву, может быть, раз в год. Или еще что-то. Или ходить к католикам, у которых с этим получше, потому что там просто избегают говорить на такие темы. И там со священником человек может ему сказать и про спиды, и про что угодно. Это не будет обсуждаться в приходе. Это не худший вариант, но и не лучший. Потому что все равно непроработанный, невыговоренный вопрос гниет и отравляет душу. Вот. Но это не вопрос церкви, это вопрос российской жизни в целом. В Украине этот вопрос не встанет, насколько я понимаю. Или там в Прибалтике. Потому что Украина в намного более худшем экономическом и прочем состоянии в отношении культурном, пожалуй, более продвинутая. Вы там можете найти, поискать и найти священника, с которым вы поговорите, или создать что-то свое. Там со свободой совести очень неплохо все эти годы, как ни странно. А в России и Украина более мирная страна. А Россия с тоталитарно-милитаристской психологией, так она не только ВИЧ-инфицированного или трансгендера, она ну просто почему в шляпе и в морду. То есть надо иметь солидарность. Это вопрос не стигматизации той или иной группы, а того, что здесь жизнь в принципе строится как стигматизация всех подряд. Человек хочет быть один, потому что быть даже вдвоем уже опасно. Тоталитаризм это тотальное отчуждение людей друг от друга ради выживания. Как-то так. Вопросов нет. У меня куча. У меня есть вопрос, а что, много вообще действительно ВИЧ для ВИЧ-больных, для трансгендеров, что так много верующих? Я хочу даже больше сказать для многих людей из ключевых групп, в основном это еще независимых люди. Вы наверняка знаете о 12-шаговых программах. Они, как вы знаете, изначально исходили с протестантской церкви, но изначально религиозные. И 12-шагов во всех программах так или иначе обращены к Богу. Понятно, что как человек его воспринимает. В лучшую сила. Ну да. Для многих эта высшая сила все равно воплощается в виде Бога. И мне всегда было очень интересно, а как-то сотрудничают ли в России 12-шаговые программы с церквой? Потому что если в Штатах, где это зародилось, это изначально было, насколько я понимаю, чуть ли не приходские истории, то в России это отдельное пространство. Да. Ну, они есть сотрудничество есть. В принципе, эта модель была разработана, если я не ошибаюсь, у пятидесятников. У нас она довольно быстро секуляризовалась и в Штатах, потому что мы уже получали как бы готовые. Этим и превратилась в альфа-курс. Из православных, я знаю, этим активно занимается из Иванова-то как его игумена. Евмений переставил. А? Да, да, отец Евмений. Вот, но он, пожалуй, больше психолог, чем православный в данном случае. Но я знаю, что люди очень на это хорошо, в общем, что это помогает, на это реагирует. У меня, как у любого интеллигентного мальчика, ко всем таким программам очень осторожное отношение, потому что, во-первых, пахнет коллективизмом, во-вторых, вот этот жесткий алгоритм меня совершенно не устраивает, он, мне кажется, противоречащим самой гибкости и разнообразию человеческой природы. Как верующего меня чрезвычайно настораживает апелляция к высшей силе. Это все-таки не столько наша вера, сколько, прости господи, звездные войны. Бог наш, Бог Библии, Авраама, Исаака и Аква, это все-таки не магистр и йода, это такая слабая сила, это слабые взаимодействия, те самые слабые взаимодействия, которые, согласно физике, составляют самые сильные взаимодействия в мире, потому что, как планктон, основное население планеты Земля, а не киты. И кит ест планктон, но планктон переживет китов, если что. Поэтому мне ближе, короче говоря, я, кажется, не знаю ни одного алкоголика, который бы вылечился в результате 12 шагов. Наверное, в Америке с этим лучше, там больше... по 50 лет не пьет. По 50 лет не пьет. Ну, хорошо, хорошо. Нет, я всячески приветствую, когда кто-то на это записывается, потому что уже хорошо, уже какой-то шаг вперед. Но, конечно, это, наверное, скорее профанация религия, чем путь к Богу. Ну, религия выдержит. И еще такой момент, что люди, узнающие о своем статусе, зачастую, я не знаю, это самоутешение для себя, но зачастую вращаются к вот этой вот формуле, что Бог не посылает испытаний, которые там не сможешь пройти. Или, например, некоторые уверяют себя и транслируют это другим, что получение статуса это как будто сигнал свыше, который помогает переосмыслить свою жизнь. И поскольку это так и есть, как и новое жизненное изменение, но многие видят в этом тоже какой-то божественный промысел. Стоит ли это так воспринимать? Сорвесуется ли это с верой или это суеверие? Это не суеверие, но это может быть ошибкой. В любом случае, возьмем пример самой простой болезни, которая каждому суждена. Это старость. Старость и дряхлость. Потому что и в этом смысле любой возрастной кризис и в конце концов возрастной кризис 40-50 лет он хоть у трансгендера, хоть у кого, он один. Все равно. Это более важные, чем эти детали. Я бы сказал, что всякое время благоприятно, то есть любой возраст может быть пространством для религиозного возрастания, для личностного роста тоже. Но что мы вкладываем в слово нести? Что нет такого креста, который бы человек не мог понести? Господь Иисус Христос тоже имел крест, который он смог понести, но он же все-таки несколько умер. Поэтому, когда мы говорим, я не очень люблю эту фразу, что Бог никому не дает того, что ему не по силам, то надо понимать, что главный груз, который все равно нам суждено нести, это груз бессилия, дряхлости, смерти. И может быть там агонии, а может быть Альцгеймера. Ну, с Альцгеймером главное, что мы не заметим, зато окружающие заметят. Но в принципе, мы все знаем, что дряхление, старение, это как вино, которое показывает жизненный багаж человека. Когда уже, как говорил Андерсон, позолота вся сотрется, свиная кожа остается. И тогда ты видишь, собственно, то есть страшный суд, вот он, пожалуйста. И в этом смысле хоть рак, хоть ВИЧ, хоть ковид, но тоже как бы лакмусовые бумажки. Но их лучше не ждать. Вот, в конце концов, как, как там у Сартера, что другой это ад, другой это моя болезнь, другой это вирус в моей жизни. Вот, и мое отношение к другому показывает, насколько я человек, а насколько я сволочь. Вот, я могу отреагировать там огнеметом, а могу нормально. Как нормально, никто не знает, потому что норма не существует в отношениях межчеловеческих. Она, ее не может быть обезьянья, норма есть, а человеческих нет. Человек сверхнормальное явление. Вот. Но на какой-то стадии духовной жизни, душевной жизни, конечно, человеку нужны стереотипы. И в этом смысле, там, в семинариях надо в воскресных школах, конечно, надо людям вбивать в голову некоторые вещи, которые сейчас там отсутствуют. Вот. Ну, простейший пример, вы знаете, ВИЧ и все прочее, это даже, в общем, невеликая проблема. Я бы сказал, что расстройство аутистического спектра значительно более важная проблема. Потому что, если, ну, вот у нас в классе был один такой ребенок, сын даже два, и оба дети наших преподавателей, учительниц. И было ясно, что они вот пошли преподавать, чтобы вот сопровождать ребенка. Потому что, так, конечно, их и так травили-то. и я не буду говорить о том, что это полезно для здоровых людей такое общение. Потому что это тоже было бы как-то очень манипулятивно. Но это очень серьезная проблема, она будет нарастать, я надеюсь, чем лучше люди живут, тем больше таких расстройств. Вот. То есть надо понимать спектр. Он шире, чем болезнь, которая приходит к здоровому человеку. И более того, понятие здоровья по мере прогресса, оно изменяется, потому что здоровье по определению ВОЗа, наиболее рабочему, это состояние, которое позволяет человеку нормально функционировать в социуме. Но социум — это динамичное явление. И по мере прогресса социума понятие здоровья меняется. То есть в одном социуме хоскинг придушить поскорее, а в другом он герой культуры. Вот. Это хорошо. Как вы считаете, кому проще принять свой диагноз, получить ВИЧ? Поскольку в пространстве фонда спеццентра у меня все вопросы об этом, человеку верующему или не верующему? Я не уверен, что есть разница, потому что это психологический шок совершенно одинаковый. Так что я думаю, что речь может идти о том, что стадии принятия, может быть, у верующего они проходятся более сжато. Но в принципе психологически это механизм одни. Вера не отменяет законы функционирования психики. Другое дело, проблема России, еще раз скажу, все-таки дикое невежество. И в этом смысле там опасение заразиться. Причем дикое невежество, оно ведь очень странное, потому что вот опасение заразиться ВИЧ и абсолютно безумно наплевательское отношение к ковиду. Это же сосуществует в одном и том же человеке. но это последствия инфантилизации людей, которые поставлены в положение ну как в метро едешь и тебе там на этом табло буква А. Она выглядит вот так. Это электробус. То есть это такое, это не оболванивание, это просто намеренное занижение. Ну не очень намеренное, но оно системное. Когда ни о чем нельзя говорить, остается говорить вот это яблоко, оно круглое, примитивизация психики. И в этих условиях, ну а как ребенок реагирует на болезни? Для него вся жизнь состоит из болезней, как ни странно. Для него это важнейшие события в жизни, для взрослого важнейшие события в жизни позитивные, а ребенок это хорошо известно, до 9 лет помнит в основном там палец сломал, еще что-то, нарушение. Ну такова и психология, извините, вот, жителей России. Вот, это инфантильная психология, злые, агрессивные дети, которые могут заболеть ВИЧ, они будут вести себя как злой, агрессивный ребенок, заболевший ВИЧ. Вот, но понятно, что этому можно противостоять, потому что все-таки уже или пока мы в мире, где возможны прозрачности, общения и сообщения. Вопросы ВИЧ всегда связаны практически всегда связаны с вопросами секса. Это выявленная в России тема, и особенно она выявлена силами русской православной церкви. Да ладно. Выглядит это так. И где-то еще на треть это вопрос наркопотребления, которое еще более отобновировано. Как вы считаете, в церкви возможно обсуждение открытое, честное секса, употребления венекционного наркотиков и безопасности того и другого с точки зрения в том числе ВИЧ? В церкви обсуждение секса, ВИЧ и прочего невозможно, а необходимое. Но табуирована тема не церковью. К 17-му году в этом смысле Россия находилась точно в таком же положении, как Англия, скажем. То есть тема начинала из архаической, действительно закрытой, переходить в обсуждаемую. А что такое 900-е годы, там, Декадансов и все прочее. Розанов, Бердяев, они заговорили все о сексе. Точно так, как в Западной Европе. Мы были в этом смысле тогда частью Западной Европы. Большевики сделали то, о чем мечтал победоносец. Они заморозили Россию. И они не просто заморозили, они сделали чучело. То есть людям тоталитаризм не дает общаться. Поэтому тема секса была табуирована в разы больше, чем это было при царе Горохе. И на сегодняшний день она, я хорошо помню, как в 90-е закручивали вентиль назад усиленно. Там, госпожа Шишова, еще кто-то. Ну, и завентили. Почти. То есть разврат можно, говорить о сексе нельзя. Но это и советская позиция. В СССР был секс как разврат, распутство невероятное, читайте Сашу Скалова, но только чтобы он не выражался в сфере логоса, в сфере слов. А так это был большой бардак, большой-большой бордель, потому что это была как бы компенсация людям за их рабство. Возьмите Познер говорил, что когда была передача в СССР она разлучала в Советском Союзе в СССР женщина, она сказала, и все зааплодировали и захокотали. Она потом через много лет подошла к нему и сказала, вы мне испортили жизнь, потому что я хотела сказать в СССР в СССР только по телевизору. Когда я договаривала, все хохотали. Потом на меня указывали пальцем и говорили, вот она сказала в СССР. Ну ладно, я не думаю, что мне сильно указывали пальцем. Ну, кто запоминает? Вы же не помните. Вот. Но дело в другом. Ну вот я типичный советский человек. И я там слово «вагина» научился произносить только годам к 50-ти. То есть мне понадобилось много лет, и я думаю, что и другим священникам много лет. Я знаю, сейчас в Одессе какой-то батюк, который в МП, но у него... русский? К вам друзей встречался? Да. Я с ним поговорю все-таки. Мне объяснили, что у него храм при каком-то училище флотской или в этом духе, и когда его запретили и потребовали от директора училища, который там типа Ковторанга или Коперанга, значит, выгнать его из храма, тот послал их по-флотски куда подальше и сказал, что-то... Вот еще. Ну, поэтому... И вот я так понимаю, что он как раз говорит про секс, и это всех страшно потрясло. Да, он прочел лекцию, но лекции... Ну, в общем, я все это открыл для себя году в 76-м, когда мне один коллега дал на английском брошюрку, кажется, Ричард Чаттон, Чаттон, Сенши Скул. Там, кстати, было и про ВИЧ. Вот. Это такой американский популяризатор сексологии еще в 40-х или 50-х годах. Вот. И там такие азы. Я ее перевел и пустили в самоздат. Народ расхватывал, потому что интеллигентные люди, студенты МГУ, ничего про это не знали. А типа цветок персика индийский, ну, это невозможно. Вот. А там главное было сказано, что вот можно раздеваться, и это будет часть сексуального действия, но помните, мужчины, что нет ничего смешнее, чем голый мужчина в носках. Вот. Это было так. То есть написано с остроумно, чудно, хорошо. Все эти глав... вся книжка — это главки, которые печатались в пентхаусе понемножечку. Ну, интеллигентный журнал. Вот. Поэтому, когда появился Speed Info, это было, в общем, неплохо. Я помню, как тот же отец Александр Минь, его еще успели спросить, вот, значит, можно ли сексуальное просвещение в школах, он сказал, что да, кто-то ему привез, успел, французский учебник на 6-7 лет по сексу для детей, и он был в экстазе, что это очень хорошо. Вот. И... Ну, я считаю, что это очень хорошо и все это нормально. Но дело в том, еще раз скажу, что секс и болезнь, конечно, никоим образом не связаны. Мой дед был гинеколог и венеролог. Он, собственно, был одним из тех, кто организовал победу над сифилисом в 20-е годы, когда появился Сальварсан. У него докторская была под Сальварсаном. Вот. Поэтому я жил с книжным шкафом, набитым всеми учебниками по венерическим болезням. И вот это очень опасно. На самом деле, это надо расцеплять, потому что ВИЧ и секс, конечно, никак не связаны. Как туберкулез... Ну, вы знаете, откуда взялся... Почему широко распространялся туберкулез? И что было первым, что положило конец вот этому повальному туберкулезу? Не знаете? Солонки, которыми сыпали через... Каждый сыпал сам, потому что туберкулез активно передавался через макание пальцев в общую салонку. Эти общие салонки делали из серебра, но это просто знак богатства. И, конечно, это не дезинфицировало. Вот. И венерические болезни также передавались очень активно через эти салонки. Ну, в деревнях просто общий низко, общий горшок. Вот. Я думаю, что и у Чехова поэтому вот семья так была поражена туберкулезом. Вот. И сейчас, в общем, мало кто понимает, что с туберкулезом в этом смысле отчасти большая проблема, чем ВИЧ и ковид, потому что распространение антибиотиков привело к резистентным формам. И, в общем, медицина не совсем понимает, что с этим делать и что происходит. Ну, я тем более. Но я твердо знаю одно, что сама психология, восприятие бога как надсмотрщика, это психология архаичная, детская. Она неизбежна в религиозном сознании, но она, конечно, должна быть пройдена и на ее место должна приходить психология восприятия бога как творца и человека как существо творящего. И, неважно, болен он или здоров, творить можно в любом состоянии. И тогда мир уже не воспринимается как весы, плюс-минус. А мир воспринимается как, ну, действительно, как мир Божий, в котором можно созидать, но даже будучи в концлагере, как Франкова. Или даже проживая в России, как мы. Мне кажется, все очень вдохновляющее сейчас с Россией, которая страна, которая страна, которая страна, Вот. Я подозреваю, что большинство людей в России живет в состоянии информационного отупения и не просто не знает, что брат, племянник, коллега, болен ВИЧ или свидетель Яговы, или там, филаталист, но и не хочет знать. Это психология выживания. Когда человек сопротивляется знанию о разнообразии мира, мира, потому что если ты знаешь, ты должен как-то менять свою картину мира. Если ты изменишь картину мира, то ты должен жить в новом мире. Это очень рискованно в условиях несвободной страны. Поэтому человек предпочитает, я называю, инкапсулироваться, замыкать мир. Не хочу знать, как три обезьянки. Но понятно, что это смерть духовная. Это главная тема русской классики, начиная с мертвых душ, смерти Ивана Ильича и человека в футляре. И в общем, эта духовная смерть, она значительно опаснее, чем любой ковид и так далее. Но я думаю, что в принципе быть христианином означает как раз, собственно, что значит вера? Это означает, что Дух Святой как раз сломал твое нежелание знать. Есть Бог, нет Бог. Тоже психика это ведь отвергает. Есть смысл, нет смысла. Не хочу знать. Не надо вот растекаться мыслью по древу. Вот. И Бог это преодолевает, но это можно преодолеть и на этом успокоиться. И начать блокировать даже Бога. Но в принципе любой верующий, уж тем более священник, задача, ну, когда там паустырь, значит, детоводитель ко Христу, тэрэ-пэрэ-пэрэ. Но дежурный по апрелю долг священника и есть, значит, а, ну, как у Свифта, мудрецы на Лапути, которые были так все в себя погружены, что при каждом был мальчик с пузырем из бычьего, значит, мочевого пузыря, который их шлепали время от времени, чтобы они просыпались. Ну, вот, собственно, это наши функции. Ну, и функции других тоже меня бить по голове, естественно, потому что я тоже человек грешный, поэтому я тоже склонен капсулироваться. И тут так, либо меня Бог дубинкой, либо жизнь палочкой, я предпочитаю второе. Вот, лучше в рассрочку, а не потом сразу, бух, у тебя онкология, ну, мне хорошо, 64 года, дальше даже неприлично жить, потому что Битлы сказали 64, значит, 64. По количеству клеточек на шахматной доске. 64. Сейчас есть еще одна такая тема, она, правда, с свечом особенно связана, а очень много в интернете обсуждает разницу между поколением, бумер, зумерами, гениалами. По вашему опыту духовного наставника, как отличаются молодые и не очень бывшие христиане в своих жизни? Во-первых, у меня нет опыта. Какие мои наставления? Вот. Тут есть кому подтвердить, что я не наставляю, не настаиваю, а когда я пытаюсь настоять, то из этого проистекает такой шуру-буру, что просто это самое. потом народ весь взрослый. Но я, в принципе, могу сказать жестко, никакой разницы нету. И вся эта болтовня про поколение – это чистое фуфло, и это гендерная дискриминация. Вот. С точки зрения психологии и истории возрастные различия не таковы. И даже разговоры о том, что новые поколения интенсивнее воспринимают мир – это тоже демагогия. Это очень пошлая, гламурная демагогия, своеобразный гендерный расизм. И теперь, когда я уже дедушка, я, можно сказать, видел людей и как ребенок, и как старик. Другое дело, и это я уже скажу как историк, я об этом делал доклад еще там в 80-е, поскольку я занимался генеалогией, вот другое дело, не хорошо известно, это известно, и историки это продолжают исследовать, что в жизни люди не существуют в абстрактном человечестве, а в каждой отдельной сфере действует взаимоотношение учителя и ученика. То есть, возьмете ли вы математику, педагогику, медицину, человек всегда оказывается в отношениях старше, младше, и поэтому смена происходит примерно с разрывом в 12 лет, в 25, в принципе, поколение это 25 лет в среднем, но сейчас побольше, и это надо учитывать, но это социологическое явление, к тому же каждый человек одновременно состоит в самых разных кластерах, поэтому происходит в результате определенное затухание поглощает друг друга в одном кластере это старший, в другом кластере это средний, ну и среднеаритметический, поэтому в итоге формы общения и коммуникации меняются на то, что у человека ресурс практически бесконечный в любом возрасте, в любой культуре, несомненно, это довольно важно, потому что как раз в России дискриминация она очень разнообразная, дискриминация по поколениям тоже есть, исходит от молодежи, но я тоже был молодой, вот и значит в моем поколении была молодежь разная, были ботаники, была золотая молодежь, была номенклатурная молодежь, вот, была молодежь подворотнее, ну и как сейчас все то же самое, и социальная сильнее возрастного, вот, и чем у человека ниже уровень образованности, тем у него сильнее гендерные или поколенческие различия, а чем выше уровень образованности, тем, ну вы понимаете, Наум Чомский не будет рассуждать про гендер, ему это не слишком интересно, он это перерос, вот, и правильно, вот, так что наша задача вот, так что лучшее утешение самообразование, если просветительство запретили, то надо самому, надеюсь, что все же не запретят, нет, запретят, запретили, уже запретили, но запретить-то запретили, и секс могут запретить, но все равно будет, так что куда деться-то, окей, деться-то, не